Вот вы понимаете, да, салон Бест Авто открылся, ну, примерно в декабре месяце, ну, плюс-минус там, вот, и кто бы мог сказать, что все дело-то пойдет, то есть, люди, которые продают автомобили, зима не время, а вот и время, потому что здесь тепло, на улице Магнитной 111, как это суд доехт, это очень просто, по казачьей переправе переезжаете сюда, и вот это место, вот, либо, если вы едете с комбината, тоже проезжаете сюда, и опять. Это место направо. Кстати, рекомендую всем, тем, кто машины свои немножко коцнул, заехать сюда, да, посмотреть, потому что, если вы захотите купить дорогой автомобиль, это же бешеные деньги, тем более сейчас доллар такой неправильный. Взяли что-нибудь попроще и покатались. Кстати, тема очень полезная для тех, кто не хочет платить бешеные деньги за заправку вашего авто бензином. Для тех, кто понимает, что лучше чуть медленнее, зато чуть дальше. И естественен выбор бушного авто для тех, кто рано или поздно становится на электро. Кстати, уж поверьте мне, я ездил и на новых автомобилях, и на БУ. Так вот, привести в порядок настоящее железо проще, чем ковыряться в опилках, из которых собраны современные машины. Так вот и как хорошо работает с программой Автостоп. Представляете, да? Программа Автостоп вам показывает салон Бест Авто. В салоне Бест Авто вы себе берете с клевой машинки. Вот смотрите, замечательный Lexus, за моей спиной Ford, а здесь еще Nexi и замечательная Lada Priora. То есть все это здесь есть. И очень недорогая цена. Зайдите, посмотрите. Почему мы про цену так говорим? Потому что, да, действительно. То есть раньше такое было. То есть людей загоняли куда-то там и начинали по ушам проезжать. Здесь все абсолютно нормально. То есть я попробовал машину продать, теперь понял, что машину лучше бы я продал бы здесь. Потому что машина в чистоте, в порядке и очень приятна для покупателя. Я понимаю, что вы житель Владивостока и вам понятен прелесть правого руля, да? Но вы сейчас смотрите на автомобиль с левым рулем. Как здесь ценки-то? По расценкам вас интересует, да? Достаточно бюджетный вариант. За такую комплектацию машина все-таки японская. Вот. И в ней есть свои преимущества. Ну, выбор тут достаточно хороший. Для каждого покупателя найдется своя машина. И так оно и есть. Нормальные и достаточно низкие цены. При этом все, что ИНО, не дотягивает до 10 тысяч евро. А все, что наше, по вполне адекватной цене. Вот вы помните, да? Меня попросили как-то про политику рассказать. Да я и расскажу про политику. Почему нет? Единственный вопрос еще ко мне был от лица телекомпании «Звезда». То есть поменьше вот этих вот своих словоблудий. Ты постараешься без них обойтись. Вот. Мы сейчас потихоньку Крым отвоевываем. Типа Крым это все-таки территория, никогда и не была территорией Украины. В свое время Хрущев с пьяных шар как-то накатал. Вот. И на нас начинает накатывать. Типа мы сейчас вам все сделаем, у вас не будет ничего хорошего. Ну, во-первых, честно говоря, у нас не такие большие отношения с Америкой, с Германией, со всеми делами. Мы больше так вот к Восточной Азии относимся. И, кстати, так и надо делать. Там сколько там? 4 миллиарда, побольше человек. Вот. Это не совсем маленькая такая «Европа». Вот. Поэтому все, что надо, у нас делается. Машины тоже классные делаются. Десятки. Нормальные машины, честно я скажу. Я все время говорил о том, что русский автопром, оно не совсем правильно. Нет. Нормальные машины, вот. То есть мы и на них покатаемся, если что. Вот. А еще у нас очень много машин, которые делаются, и делаются вне зависимости от политики того государства, которое нам что-то пытается рассказать. Вот. Это хорошо. Вот. Во-вторых, что-то у нас, ну, доллар прыгнул, да? Да? Доллар, евро прыгнули. И вы начинаете думать о том, что новые машины немножко становятся очень-очень так в другой цене. Вот. Зачем вам новые машины, когда можно купить нормальный автомобиль? Да, там немножко будет небольшие сколы, но зато цена-то вопроса. То есть берем спокойненько ВАЗ-2114 за 128 тысяч рублей. Где вы новую машину такую найдете? А на этих машинках можно таки ездить. И ценник в пределах 3-5 средних заработных плат Магнитогорского металлургического комбината. Или в бытность без кризиса одной моей. Но с другой-то стороны я жду электро, а потом погоняем. Ребят, я еще не выбрал, только выбираю. Выбираете, да? Да. Ну, ну, все. Машин много. Выбор хороший. А вы, так я понимаю, немножко водитель для того, кто ездит туда, куда народ телят не гонял? Это точно. По них приходим дорожкам таким, по окос. То есть смотрим на Ниву, да? Да, Ниву. Ну, сейчас 2-2 смотрели, сейчас еще в роли приглядываем. Как цена здесь? Мне кажется, вот я вчера был на базаре, да? Понятное дело, что там немножко холодно было, а здесь тепло. И цены на такие-то такие не сильно большие. Ну, нормальные цены. Не знаю, сколько со страховкой, если подойдет, сколько интересно видится. Кредит. Ну, присмотрим сейчас что-нибудь, посоветуемся. Лучше сейчас мы ходили, новые смотрели. Почти 600 тысяч. Ну, понятно, да? Разница только чуть-чуть. Чуть-чуть маленькая, да? Половину раз. А человек-то выбор свой остановил на этом месте, в месте, рекомендованном автостопом. И это, в принципе, радость создателям. А кредит, ну, самую малость, он оформил здесь же, на втором этаже. Конечно, цены здесь не самые дорогие, но все равно у некоторых людей может не хватить, там, 50, там, может быть, 100 тысяч рублей, может быть, чуть больше. Это все возможно сделать? Да, конечно. Поезд авто, автосалон, сотрудничать со всеми банками в городе. То есть мы можем легко за короткое время подать заявку в кредит на автомобиль и уехать на автомобиль. И все это можно буквально сегодня и сейчас сделать? Да, от 5 минут до часу вопрос решается. Я вот с ненавистью отношусь к одному виду людей. Это называется маркетологи. Я их еще наркотологами называю. Дело в том, что самые лучшие наркотологи, в смысле, маркетологи настоящие, это те, кто работают в телевидении. Представляете, мы с Максом почти 20 лет работаем. Немножко с мозгами у нас все в порядке. Так вот, прежде чем кому-то говорить и что-то делать, лучше к нам обратиться. А так вот люди, которые продают BIT F3, вот к нам не обращаются, потому что я сказал ценник, который должен быть. Вот ценник нормальный, но BIT F3 по цене 310 рублей, это только здесь, в салоне Best Auto. И еще, Максим тоже попросил, говорит, вот супермашинка, Mazda 3 с двигателем 150 лошадиных сил. Вот не те космические лошадиные силы, которые там на других автомобилях, представляете, да, там, в некоторых случаях вы поймете о том, что вам не надо платить такой транспорт-малок. Вот, пожалуйста, 2 литра, 150 лошадочек. Идеальный вариант. Ну и цена 460. То есть вся цена меньше 10 тысяч евро. То есть есть смысл и есть желание заехать сюда, выбрать свой автомобиль, не попадая на наш дивный налог. Вот сколько раз я говорил, что надо только найти место, и это будет все нормально. Место мы для вас нашли. Улица Магнитная, 111. И это салон Best Auto. Проехать мимо просто не удастся, даже если вы ездите в сторону Челябинска. Потому как мимо казачьей переправы проездить-то не будет. А здесь налево повернули, посмотрели автомобили. Если едите с комбината, так же повернули направо и посмотрели автомобили. Что касается автомобилей, сейчас скажу. То есть вы в любом состоянии можете себе позволить автомобиль до 150 тысяч рублей. Просто, если у вас что-то случилось, приехали сюда и купили. Это легко. Вот. Если у вас чуть больше средств, то же самое. Но мы вам сегодня показали, что здесь нету таких бешеных центов 20-30 тысяч долларов. Здесь все от 10 или дешевле, чем 10 тысяч долларов. Приезжайте, если что-то не получится, поднимитесь на второй этаж, оформите себе кредит. И дальше ездите на настоящем авто.